Привет! Это осторожно новости, самые неосторожные новости ютуба. Здесь только самое важное и интересное за неделю. Призрак скорой войны на Донбассе окончательно рассеялся. Зеленский уже предлагает Путину встретиться и поговорить в Ватикане. Байден не лишил Россию системы SWIFT и не запретил вторичный госдолг. Аннексии Беларуси, о которой так много говорили на прошлой неделе, тоже не произошло. Вроде бы повод выдохнуть, но здесь, внутри, все вернулось к обычной безумной повестке. Признание структур Навального экстремистскими, борьба с граффити, ну и, конечно, новые наезды на журналистов и ютуберов. Давайте обо всем по порядку. Митинги за Навального в прошлую среду всех немного удивили. Да, в Петербурге людей задерживали и избивали, а полиция не стеснялась применять электрошокеры. При этом в Москве все было относительно мягко. Но, видимо, это, знаете, такая новая тактика. На митингах не трогать, зато приходить потом, через несколько дней, прямо по адресу и тут уже пугать. Задержания и аресты прошли по всей стране. Такое ощущение, что вычислили всех по умным камерам на улице. Из новинок полиция пришла к нескольким журналистам, которые освещали протесты по заданиям своих редакций. На первый раз вроде обошлось. У всех проверили редакционные задания и отпустили по домам. Но я точно знаю, что несколько человек из этого списка нигде не светили адреса своих съемных квартир. И если работу на митингах помогли засечь камеры наблюдения, то как вычислили домашний адрес? На ум, конечно, приходят сервисы, вроде такси или доставки еды. Хороший повод, кстати, поинтересоваться, насколько полиция в курсе мелких деталей вашей жизни и насколько легко получает к ним доступ. В том числе пришли и к нашему корреспонденту Сергею Титову домой. Правда, разговаривали с его мамой. Сережа не было дома. Его выпуск, кстати, вы можете посмотреть здесь по ссылке в описании. Сафонову из «Медузы» потом все-таки вызвали повторно для составления протокола. Но «Медузе» вообще трудно на этой неделе. В прошлую пятницу издание, которое лично я считаю лучшим СМИ в России, признали иностранным агентом. И теперь на каждой статье или видео, которое выпускает «Медуза», должна быть вот такая позорная плашка. И даже в своем телеграм-канале они должны писать этот казенный нечитаемый текст, который часто больше самого сообщения. Ну, понятно же, зачем это сделано. Рекламодатели от такого уйдут. Ньюсмейкеры тоже начнут шарахаться. А сотрудники рискуют сами стать инагентами. В общем, это все может означать, что очень скоро «Медузы» просто не будет. Дмитрий Песков уже приучает, собственно, нас к этой мысли и говорит о том, что ничего страшного. Цитата «Современный рынок информации построен так, что исчезновение любого средства массовой информации не будет сильно ощущаться». Конец цитаты. Ну, мне кажется, что в отношении «Медузы» этого сказать точно нельзя. Отсутствие «Медузы» мы ощутим точно. Ну и еще одна новость, которая к нам с вами тут еще ближе. К Алексею Пивоварову тоже пришли. Мы с Лешей, как он говорит, соседи по Ютубу. Наши редакции формально не являются СМИ. Мы живем на доходы от рекламных интеграций. В общем, совпадений много. Но теперь появилось еще одно. Раньше только мне, кремлевские пропагандисты, говорили, что я сижу на двух стульях, переобуваюсь в воздухе и так далее. Теперь подобная заказуха начала появляться и в адрес моего коллеги, многоуважаемого журналиста Алексея Пивоварова. Алексея проверяют на предмет использования, например, поддельной медицинской справки при получении лицензии на оружие. Ну, знаете, я так и представляю себе, как дизайнер выпусков редакции «Ньюз» рисует фальшивую справку, чтобы ведущий купил газовый пистолет. Алексей говорит, что этот пистолет у него с 2008 года, а все справки он получил законно, и нисколько я в этом тоже не сомневаюсь. Не забывайте, что по заявлению Екатерины Мизулиной, дочери настоящей Мизулиной, полиция возбудила административное дело о пропаганде наркотиков по поводу одного из интервью Юрия Дудя. Но это примерно такая же степень абсурда. По данным базы, имелось в виду интервью с Ивангаем. В любом случае, слова поддержки Алексею Пивоварову, обожаю его редакцию, смотрю с большим удовольствием, ну и примерно понимаю, как шьются такие дела на своем примере. Я даже представляю, как это происходит. Ну вот садятся какие-то дядечки в администрации президента и такие, а что бы нам такого найти на Алексея Пивоварова? Чтобы Соловьев мог брыжить слюной, чтобы говноблогеры могли писать материалы под названием «Пытается усидеть на двух стульях», ну и прочую хрень. Ну вот, в отношении Алексея Пивоварова нашли эту справку. Думаю, что это такой первый маячок и первое предупреждение. Дальше, к сожалению, будет больше. В общем, в любом случае, слова поддержки Алексея, Юрия, Медузи и всем-всем, кого сейчас так или иначе прессуют. И, кстати, о жизни в Ютубе. Рутюб – это такой наш аналог Ютуба для бедных. Еще не перезапустился, но уже начал свою кровавую жатву. Под нож попали два ролика открытых медиа, которые в начале апреля успешно загрузили на сервис. Один – про усадьбу ближайших соратников президента, построенной вокруг того самого Верховного дворца в Геленджике. Второй – про Луизу Розову. Ее называют третьей дочерью Владимира Путина, но сама Луиза мастерски обходит эту тему. Рутуб удалил оба расследования, потому что они нарушают условия пользовательского соглашения. Какие конкретно условия вот этого пользовательского соглашения, совершенно непонятно. Чем именно – тоже непонятно. Зачем нам вообще Рутуб? Непонятно тем более. Но судя по тому, что там завел аккаунт даже Совет Федерации с существованием этого ресурса, придется мириться. И дай бог, если ради него не закроют все остальное. Справедливости ради стоит сказать. Пока Рутуб блокирует видео про имущество и друзей Путина, здесь на ютубчике заблокировали расследование проекта про жен Кадырова. Страйк кинула легендарная телерадиокомпания «Грозный» из-за фрагментов ее выпусков в ролике. Журналисты из проекта, конечно, оспаривают бан. Но вот что хочется отметить. Это только в эфире ЧГТРК «Грозный» кажется советским атовизмом, смотреть который такое, знаете, guilty pleasure. Но зато здесь, в интернете, они неожиданно отрастили зубы и научились составлять страйки. Может, когда-нибудь они научатся производить еще и классный контент? Спикер Госдумы Вячеслав Володин на каком-то пике активности. В понедельник он рассказал о специальном гене демократии, который буквально в крови у каждого россиянина. Жжет. А во вторник обвинил американцев в искусственном создании коронавируса. Исходя из того, как молчат сателлиты Соединенных Штатов Америки, исходя из того, как сами Соединенные Штаты Америки молчат, можно сделать вывод один. Что совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка. В тех лабораториях, которые они по всему миру взяли и насоздавали. Нет, конечно, можно понять, когда свои теории о чипировании выдвигает профессор Боня. Но Володин-то, ну, формально как бы четвертое лицо в государстве. Причины такой активности, возможно, вот в чем. Бывший гендиректор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, который проходит по делу о торговле детьми, выдал настоящую сенсацию. Ну, по сути дела, самый жесткий в современной России насильственный аутинг. Якобы благодаря суррогатному материнству Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Евгений Миронов и еще сотни одиноких мужчин оформили документы на своих детей с прочерком в графе «Мать». К этим сотням мужчин Мельников прибавил и Володин. Аудиозаписи судебного заседания опубликовал портал «Ньюсруком». Чуть позже имя Володина магически оттуда исчезло. А пресс-служба Госдумы стала рассылать по изданиям письма, в которых требовало убрать отовсюду имя Володина. Адвокаты Мельникова «Неслыханное дело» рассказали, что их подзащитный ориентировался на открытые данные и мог что-то перепутать. То есть на опровержение фразы, брошенной в каком-то суде, подняли на ноги официальную пресс-службу целого парламента. Вообще в России всегда найдется случайный свидетель, который как бы мимоходом покажет фотки с дачи Медведева в Плесе или из дворца, он же апарт-отель в Геленджике. Как в нашем последнем фильме «Секта» электрик Константин Петрусенко между делом буквально рассказал нам, как вместе с последователями Виссариона строил резиденцию губернатора, базу отдыха для Медведева и подворья Успенского монастыря для патриарха с розетками за 10 тысяч рублей. Ну вот просто представьте, эту информацию он выдал так в походе из серии «Ну вот жлобье не оплатили до конца розетки». В общем, историю о прочерке в графе «Мать и одиноком мужчине Володине» пресс-службе на этот раз удалось отбить. Но что-то мне подсказывает, что очень скоро обязательно возникнет еще один мужичок, который между делом выдаст еще что-нибудь крайне интересное о скелетах в шкафу председателя Государственной Думы. Ну а пока Володин ищет создателей коронавируса в Америке, в Кремле думают, как остановить третью волну пандемии. Источники Блумберга говорят, что по неофициальной статистике правительство, эта волна уже пришла в Россию. Кремль якобы пытается ее сдержать и не хочет вводить ограничения. Но люди не спешат прививаться. И вот тут власти попадают в свою же ловушку. Вакцинация идет, к сожалению, так медленно. И не только потому, что люди не верят вакцинам. Многие просто уже не боятся заболеть. Ведь отовсюду нам рассказывают, как классно Россия справляется с пандемией. В Татарстане придумали, как оригинально стимулировать вакцинацию. Рабочих компаний Татнефть, ну, таких простых, типичных работяг, просто заставляют прививаться спутникам под угрозой увольнения. В начале года показательно прививались топ-менеджеры. А к апрелю дошло и до низов. В регионе прививочный показатель должен быть стопроцентным. Надо же отчитываться начальству. И не хотите? До свидания. Вот, например, что говорит один из больших начальников в структурном подразделении Татнефти, Татнефть добычи, Валметьевске. Его имя есть в распоряжении нашей редакции. Вот уже жестко сказал, бля. Там будет наша премия теперь зависеть, начальников цехов и замов. Да, как я могу жестко им сказать, если люди не хотят? Нет, не хотят. Ты так объясни, вот здесь тоже так же. Два кабинета. Либо кабинет медицинский, либо кабинет кадров. За что уволить человека, найдем. В общем, был бы человек, как говорится, а статья Трудового кодекса найдется. Следующим шагом можно организовать карусель рабочих по больницам, массовый вброс сертификатов о прививках и, как логичное окончание, фальсификацию явки и результатов вакцинации. Но вообще, если серьезно, может это выход? Израиль, например, первым вел зеленые паспорта для вакцинированных. Им можно заходить в бары и свободно гулять по улице, остальным нельзя. Вот что думает об этом врач-иммунолог Николай Крючков. В Москве в гораздо меньшей степени, по крайней мере, я не слышал о таких случаях. Но то, что касается регионов, да, я знаю несколько таких случаев, когда работодатель или представитель местных властей настаивал на вакцинации человека. Это, на самом деле, несет довольно большие риски. Почему? Потому что, ну, существуют, во-первых, медицинские противопоказания к вакцинации. Соответственно, человек просто может получить вред. И второй момент, конечно, вакцинация не показана сейчас для уже переболевших. Особенно, если прошло менее полугода от момента заболевания. Ну и, кроме того, конечно, третий момент еще существует, когда человек просто не хочет вакцинироваться. Ну, на самом деле, здесь нужно убеждать, нужно разъяснять. Очень большое преимущество вакцинации, очень большое преимущество по сравнению с рисками. Вот это соотношение риск-пользованных, конечно, многократно несопоставимо в пользу вакцинации. Но, тем не менее, если человек совершенно, так сказать, не настроен вакцинироваться, то, конечно, в этом случае заставлять его, с моей точки зрения, не следует. Две новости, в которых вся современная Россия. Московская прокуратура не нашла законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому 30 лет назад. Об этом сообщил глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой. То есть, если офицеры России не врут, в 91-м Дзержинского снесли незаконно. А вот другая новость. Рядышком. Детский мир на той же Лубянке, куда офицеры России мечтают вернуть «Железного Феликса», может получить новую концепцию развития. Комплекс должен привлекать более состоятельных покупателей. То есть, Дзержинского поставить, ну, чтоб как при социализме, а детский мир отдать под тяжелый капиталистический люкс. Да, и не забывайте про многомиллионные гранты для самих офицеров России. Организации, которые постоянно фигурируют в разных антикоррупционных расследованиях. В общем, солидные господа на хороших машинах топят за совок. За очень серьезные деньги и влияние. В общем, получается такой вообще тотальный косплей, который говорит все о нашей любимой современной России. Депутаты Госдумы, включая Геннадия Зюганова, Сергея Миронова и Александра Хинштейна, попросили мэра Собянина присвоить какой-нибудь улице или площади Москвы имя Юрия Лужкова. Легендарный бывший мэр, видимо, оставил недостаточно следов в столице, хотя по мне так он просто наследил. Некоторые из них вспомнил Илья Варламов, искалеченную манежку и площадь Курского вокзала. А я думаю, улица – это вообще не тот размах для Лужкова. Тут я тоже с Ильей Варламовым согласна. Конечно же, нужен памятник. Хотя один уже есть в галерее Зураба Церетели на Пречистенке. Во-первых, сразу видна фирменная пропорциональность работ мастера. Ну а во-вторых, Лужков представлен в образе дворника. Он сметает с улиц всякий мусор и пыль, вроде исторических зданий и памятников архитектуры. Так, под его метлу в начале нулевых попал военторг на Воздвиженке, например. Несмотря на протесты, запреты архитектурного совета и письма Минкульта с просьбами остановить этот зверский снос, личным решением Юрия Михайловича военторг исчез. На месте памятника конструктивизму появился типичный архитектурный уродец из стекла и гранита эпохи Лужкова с его любимым атрибутом на крыше – стеклянным куполом, который служит прямой отсылкой к знаменитой лысине. При всей неоднозначности фигуры Лужкова для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в лихие 90-е, и уж точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города, отметил Хинштейн. Но больше всего он сделал для своего последователя, потому что лучший пиар для Сергея Семеновича Собянина – это, конечно же, наследие Лужкова. Заметать его следы Сергей Семенович может еще очень-очень долго, и только на этом остаться в нашей памяти как самый лучший мэр Москвы. Главное, чтобы метла была не от Церетели. Но, похоже, у Собянина она все-таки не такая, судя по результату. Идеальный комикс этой недели в среду утра в Петербургском Пушкарском саду появилось граффити. На нем – Навальный с сердечком и надписью «Герой нашего времени». Оно провисело 4 часа. Сначала на место приехала полиция и все перекрыла, а потом коммунальщики все закрасили. Сейчас художника уже ищут. И, кстати, могут привлечь за экстремизм, судя по последним новостям. Мосгорсуд продолжит рассматривать дело о признании ФБК, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального экстремистскими. Решение, которое ждали в четверг, перенесли на послемайских. О причинах самого иска просачивались только отдельные формулировки. Ну, например, оба фонда, цитата, под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации с использованием сценария цветной революции. Адвокаты получили доступ к материалам иска прокуратуры. Почему их засекретили? Вообще непонятно. Секретная часть материалов состоит из 800 страниц справочного материала из условной Википедии и Медиазоны. Всю неделю штабы Навального по всей России занимались сворачиванием работы и заметанием следов в соцсетях. Личные страницы активно зачищались от упоминаний и символики структур Навального. Теперь это может стоить уголовных дел. И еще немного о кавке и безумии. Жанр репортаж из зала суда редко попадает на главные страницы. Только когда стартует или заканчивается громкий процесс. Но вот это видео средового заседания Мосгорсуда реальный кошмар. Пожалуйста, скажите обращение какое-то, если можете. Какое, значит, к кому? К средствам массовой информации. Я передам эту информацию в СМИ, чтобы они, собственно, сообщили о вашем здоровье и то, что с вами сейчас происходит, что вас насильно. Этот обессиленный, явно очень больной человек на видео, бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Я была знакома с Абызовым, брала у него интервью. У нас было очень много общих знакомых. Какие, на твой взгляд, главные недостатки госсистемы управления, которая существует сейчас? Что ты тут бумажки разложил? Как вообще это? Ты будешь вытаскивать экзаменационные билеты? Давай, сюда. Рассказывай. Какой вопрос с тем? Один из самых молодых министров правительства Медведева выглядел как плейбой и казался абсолютно успешным человеком. В кабинете министров он отработал шесть лет, до 2018 года. Два года назад его обвинили в мошенничестве и в создании преступного сообщества и задержали в Москве. Потом к делу добавили хищение и вывод за рубеж средств сибирской энергетической компании. В прошлом августе суд постановил изъять у Абызова 32 миллиарда рублей. Сейчас Мосгорсуд как раз рассматривает жалобу на это решение. Абызов рассказал на заседании, что в СИЗО заболел коронавирусом и участвует в суде против воли. Он уже две недели лежит в инфекционном отделении, но прокурор считает, что бывший министр ввел в заблуждение ПЦР-тест, а в суде устроил маскарад. Вот запись с этого суда. У меня это дабыство, Ваша честь, мне нужен врач срочно. Мне нужен врач. Результат анализа на COVID в Роспотребнадзоре не подтвержден. Участок судебного заседания об этом может посредством лига конференции с обеспечением противоэкономических требований. Ваша честь, я госпитализировал с диагнозом, подтвержденным ПЦР-тестом, ковид положительный. Вообще понимать, что на самом деле случилось с Абызовым. Компания Абызова Е4 взяла многомиллиардный кредит у Альфа-банка. Личное поручительство Абызов дать отказался, сославшись на то, что он госслужащий. Но когда Е4 обанкротилась, владельцы крайне жесткого кредитора Альфа-банка пошли в атаку. Но этого можно было ожидать. Они долго добивались открытия уголовного дела против самого Абызова. И к 2018 году им это удалось. После ареста за бывшего министра поручились Дворкович, Волошин, Чубайс и Тимакова. Но не сработало. Почему же? Есть версия. Дело в том, что также известно о конфликте Абызова еще и с Виктором Виксельбергом. Бывшие деловые партнеры долго судились на Виргинских островах. И, по моим сведениям, влиятельные друзья до какого-то момента может быть и могли бы добиться прекращения уголовного дела. Но Абызов вызвал гнев лично Владимира Путина. Дело в том, что бывший министр дал показания на Виксельберга американским спецслужбам. А в понимании Путина, ну, это, по сути дела, практически госизмена. Помните допрос олигарха Виксельберга в аэропорту Нью-Йорка в мае 2018-го в рамках расследования русского следа? Якобы это была наводка конкретно Абызова. Очевидно, что такого Путин простить не мог. Кстати, 32 миллиарда, которые изъялись со счетов компании Абызова в Совкомбанке, в итоге так и не достались Альфа-банку, который начал весь этот процесс, а достались государству. Во вторник суд все-таки был вынужден прервать заседание после того, как Абызову стало совсем плохо. Я попросила адвоката Абызова Юлия Тая рассказать, что сейчас происходит с его подзащитным и почему ему отказывают в диагнозе. Я не могу понять, чем обусловлено такое действительно бесчеловечное и жестокое отношение к Михаилу Анатольевичу. На носилках он находился под капельницами, как он сказал, и на лазарете в больничной койке. Его принудительно будут доставлять хоть живым, хоть мертвым и будут его выкладывать практически на стол, несмотря на его объективное физиологическое состояние. Мне кажется, что медицина такая вещь, точная наука, в отличие от юриспруденции, и она, в общем-то, должна давать довольно четкие ответы. И то бесчеловечное отношение, которое проявляется к Михаилу Анатольевичу, оно недостойное и оно недопустимо не потому, что он является состоятельным человеком или бывшим министром. Нет, на самом деле я вынужден констатировать, что такое отношение направлено абсолютно в отношении всех заключенных, которые находятся в следственных изоляторах Российской Федерации и вообще в целом наших исправительных учреждениях. Я думаю, что то, что происходит с Михаилом Анатольевичем, это до некоторой степени типичная ситуация в части уровня оказания ему помощи, точнее, ее неоказания. Кроме новой этики и новой искренности предлагаю ввести понятие «новые скрепы». Каждый год весь мир обсуждает, что на этот раз не так с премией «Оскар». И это уже традиция. Большинство фильмов, номинантов никто не видел, имена конкурсантов малоизвестны, но не обсудить нельзя. Последняя церемония была предсказуемым фестивалем «Дайверсити». Ничего предосудительного в этом нет, наоборот, но ощущение натужности все-таки было. И несмотря на очевидные перемены в киноакадемии, по новой этике с «Оскаром» по-прежнему все не так. Казалось бы, второй раз в истории премию за режиссуру получила женщина. Ну класс же! Китаянка Хлоя Джао. Ура! Но нет. Плохо. Она дочь китайского топ-менеджера, училась в британской школе. А ту ее. Что она вообще может знать о кочевниках, про которых снимала фильм, в котором, кстати, совсем нет чернокожих. Фильм о проблемах насилия «Девушка, подающая надежды», получает «Оскар» за лучший сценарий. Но это ж хорошо! Нет, друзья, не хорошо. Этого мало. Слишком важный для общества фильм. Победы в одной номинации недостаточно. Посмертно номинированный на лучшего актера Чедвик Боузман плохо вообще. Вы чего? При жизни надо было лицемеры. Теперь поздно. Тьфу на вас. Награда лучший актер Энтони Хопкинсу плохо. Могли бы и Чедвику Боузману дать. Хоть и посмертно. И вообще, у Хопкинса один «Оскар» уже есть. БЛМ на «Оскаре» вообще обсуждали больше, чем любой из фильмов. Пиджак режиссера Тревана Фри был исписан именами погибших чернокожих. Реджина Кинг начала церемонию суда над полицейскими, задержавшими Джорджа Флойд. Я должна быть откровенной. Если бы на прошлой неделе в Миннеаполисе все пошло по-другому, я бы, наверное, сменила свои каблуки на военные ботинки. Лучшая короткометражка «Два далеких незнакомца» о смерти темнокожего от рук белого полицейского. Лучший актер второго плана Дэниел Калуя за роль лидера черных пантер в фильме, снятом исключительно темнокожим коллективом. Гуманитарный Оскар получил темнокожий Тайлер Перри за помощь малоимущим темнокожим. Все это меньше всего похоже на ущемление прав и игнор афроамериканского населения. Но нет, друзья, опять мало. В Твиттере снова популярен хэштег «Оскар со уайт» «Оскар слишком белый». В 2024 году вступят в силу новые правила киноакадемии, по которым фильмы с недостаточным разнообразием расовых, национальных и сексуальных меньшинств, недостаточным процентом женщин и людей с инвалидностью на экране просто не будут допущены до номинации. Поэтому совсем скоро сторонники новой этики станут свидетелями многих вдохновляющих историй. Это были «Осторожно!» новости. Увидимся через неделю и, внимание, конкурс. На этой неделе разыгрываем классные подарки из нашего нового мерча, который вышел ограниченным количеством. Для участия надо стать спонсором канала «Осторожно! Собчак» в категории «Кровавый барин» и оставить комментарии под постом в сообществе с хэштегом «Осторожно! Спонсор!» Там будут все условия конкурса. Мы присвоим комментариям номера и с помощью рандомайзера выберем победителя. видео с результатами, чтобы все было по-честному, 7 мая публикуем в сторис ютуба. До следующей пятницы! Чао! Субтитры создавал DimaTorzok